Доброе утро! Я в том самом пиджаке, в котором я вел и вчера. Если вдруг кто-то не видел видео или не присутствовал на концерте, то давай напомним, что Настя как раз тот самый профессионал, для которого даже поломанная нога не являлась причиной для того, чтобы прекратить свое выступление. Даже неожиданный полет. Что ее смотрят, ее слушают. И у меня, кстати, сегодня есть возможность лично, Настя, высказать свое восхищение просто ее профессионализмом, потому что много разных там вещей писали, я знаю даже, что нелицеприятных, но, Настя, ты вообще просто невероятный профессионал. Вот прямо спасибо тебе за то, что есть такие люди и такие профессионалы, которые готовы даже с травмой продолжать работу. И сейчас, Анастасия, мы проверим еще одну грань вашего профессионализма. Давайте попробуем красиво поговорить. Мы знаем, что вы не только поете... Подожди ты, ну что ты только говоришь, только ты. Давай, даем тебе слово. Я вам хочу сказать спасибо, ребят, за то, что вы позвали меня в эфир, и у меня появилась возможность. Я нахожусь на карантине уже, на карантине, на больничном, уже три недели. Я хотя бы смогла сегодня утром принарядиться, надеть хоть что-то, кроме ночнушки. Свою концертную футболку. Спасибо вам за это. Да-да-да. Ну, давайте мы прежде чем перейдем к занятию, посмотрим небольшое видео. Дело в том, что Настя не только великолепно поет, она еще и прекрасно говорит, ведет самые статусные события. У нее очень хорошо поставлена дикция, речь и все прочее. Настя, давай попробуем. Ну не утром, ведь у меня дикция. Утром дикция не очень, да? Вот сейчас мы с Женей давай попробуем эти скороговорки вместе с тобой проговорить, если ты готова. А это кто говорил сейчас? Я же не вижу, поэтому это кто говорил. Это знаменитый казахский ведущий, телеведущий. Ай, это казахский. Это не русский язык было, если вдруг что-то ты не дослышала там. Ну да. Так, а ты мне сейчас отправишь, да, что-то, чтобы я видела тексты? Да, мы тебе эти скороговорки отправили в WhatsApp, и сейчас ты их получишь. И сейчас давайте по очереди ты, я и Евгения будем эти скороговорки говорить. Кто начнет? Давай мы начнем с тебя. С меня? Да. Хорошо. Ты в нашем небольшом коллективе на троих единственный мужчина, поэтому начнем с тебя. Вот так это выглядит, я распечатал покрупнее. Итак, давайте я начну. Начинай. Удобно говорить, потому что я думаю, что казахов у нас в студии точно нет. Если я даже что-то неправильное сказал, простите меня, пожалуйста, люди, которые знают этот язык, никто не заметил. Да, а давайте сразу вот что, мы же еще воспользовались гугл-переводчиком и уточнили у него, что мы говорим. Ну, чтобы вы понимали, да, что мы вас не обзываем, не оскорбляем. В общем, что сейчас сказал Роман? Осень, время, глаз, мощность, поздно, мощность, грязно-грязно-грязно, пепел, приходи, озеро, короткое слово, кто читает быстро? Кто читает быстро и читает Анастасия? Настя, тебе слово. Так, вот этот второй, да? Аркадал, ты, Аркадал. Настя читает вот этот текст. Мы тебе покажем. А, ты не видишь нас. Да, я не вижу. А это где Аркада, да, называется? Да, да, да. Аркада, я думаю. Ты все выучил стопудово? Конечно. Мой разговорник есть русско-казахский. Погоди, я сейчас, самое главное, темперамент в этом во всем. Аркадал, ты, Аркадал, ты, Аркадал, ты, Аркадал, ты, Аркадал, ты, Аркадал. Аркадал, ты, Аркадал, ты, Аркадал, ты, Аркадал, ты, Аркадал. Браво, браво, слово, слово бар у тебя получилось лучше всего. На спине 6 арханов, на хребке 40 арханов. 40 арханов имеют белый архаров, 6 архаров имеют фирменный архар. Это то, что сказала Анастасия. Вот Женя сейчас перевела, но перевод, по-моему, тоже не очень понятен. Привет, Желёва. Теперь моя очередь. У нас четвертый участник появился нашего скороговорочного батла. Лёва, пусть Лёва тоже разочится скороговорку. Ну, теперь моя очередь. Да, Евгения Головина. У меня так не получится, как у вас, я уже точно знаю заранее. Главное темперамент, Женя. Хорошо. Главное темперамент. Помни, что никто не понимает, что ты говоришь. Я переведу то, что сказал Евгения. В Абдире есть петух. Петух кричал. Моя бабушка открывает Абдре. Абдре это, наверное, напиток какой-то, да? Ну, в моем тексте хотя бы есть какой-то смысл. Да, в наших пока не было. Ну что, Настя, давай покажи класс. Вот там есть четвертая скороговорка. Даем тебе слово вновь. Так, сейчас покажем, что читает Настя. Гулим гильге кара... Да, блин, подожди. Еще. Давай. Браво. Вот если бы Настя заранее знала Google, по крайней мере, перевод, возможно, она бы читала с другими интонациями. Потому что, Настя, смотри, какой романтичный текст ты озвучила. Мой цветок улыбнулся цветку. Пчелы приземлились на синий цветок и взревели. Ну-ка, дайте-ка еще. Давай, теперь с новым знанием. Давай, красиво теперь. Гулим... Что-то сын там плачет. Так правильно, таким тоном читать. Да, блин, Рома. Давай, давай. Гулим гильгек кара... Гулим диди. Гулигердир гульгек анган аралар. Гулигердир. Известная казахская певица. Отлично. Ну что ж, это было прекрасно. Настя, спасибо тебе большое. Скажи в двух словах, чем ты занимаешься на самоизоляции? Ребята, ну у меня все активно на самом деле. Самое главное, не выходить из режима. Я, помимо того, что занимаюсь поездками в больницу, но вот с сегодняшнего дня прекратила реабилитацию своей, я активно занимаюсь физкультурой дома. Я оборудовала себе мини-музыкальную студию. Я занимаюсь, я начала записывать песни, пишу всякие разные музыкальные заметочки. Вот вчера записала смешное видео, в Инстаграм начала выкладывать. То есть я возвращаюсь к жизни, пытаюсь не унывать, и как-то стимулировать людей на то, чтобы проводить карантин на позитиве. И все у нас будет хорошо, надо справиться просто, переживем, ничего страшного. Ну, Настя, с сегодняшнего дня в больницу уже выезжать, из дома выходить. Ты не будешь зато, у тебя есть новые тексты, которые помогут тебе тренировать речь. Спасибо большое, ребята. Настя, спасибо тебе большое. Я думаю, что все твои поклонники желают тебе скорейшего выздоровления, чтобы ты продолжала радовать нас своим творчеством. Удачи и всего самого хорошего. Муа!